Стоит ли бить с тревогу или все в норме? Сегодня к берегу Аки в районе одноименной железнодорожной станции пришвартовалась экспедиция фонда «Без рек, как без рук». Ее участники исследовали водоем на наличие микропластика, а также проанализировали, как меняется состав воды вблизи городского округа и в месте впадения на рываку. Кроме того, на берегу состоялась экологическая акция по уборке мусора. Подробности в нашем сюжете. В их экспедиции всего лишь два человека. На маленькой моторной лодке они планируют преодолеть путь в 180 километров. Это протяженность Аки на территории Московской области. В маршируте порядка 25 остановок на воде и еще несколько на суше. Некоммерческий фонд «Без рек, как без рук» исследует состав воды на гидрохимические и экологические параметры, а также на наличие в водоеме микропластика. Часть результатов будет практически в режиме онлайн. Они высвечиваются на дисплее и можно сразу судить о многих показателях, таких как PH, мутность, содержание сине-зеленых водорослей, содержание нити продуктов. Все это мы видим сразу. А некоторые, конечно, требуют дополнительной обработки в лаборатории. Это мультипараметровый зонд. С помощью специальных датчиков и определяются все перечисленные показатели. Для наглядности просим продемонстрировать, как он работает. Мутность 8,7. У берега мутность меньше, чем мы смотрели в центре реки. Вода стала чище, чем мы начинали, что на самом деле немножко удивительно. Содержание сине-зеленых водорослей меньше 2 микрограмм, то есть практически абсолютно нормально. Максим отмечает, в целом состояние реки в районе Серпухова хорошее. Содержание кислорода в воде в норме. Водоем достаточно чистый, а повышенная мутность океи из-за того, что в ней растет много цветущих водорослей. Но это проверка на месте. Еще одно исследование будет уже в специальной лаборатории. Там проверят химические показатели, а также уровень загрязненности реки микропластиком. Микропластик, он как вообще выглядит? Подождите, я куда-нибудь заходить. Вот это вот типичный микропластик, который мы можем найти. В данном случае это кусочек пенопласта. Вот подобные частицы, которые размером раз 10-20 меньше, чем вот это, они находятся в воде. Потом эти мельчайшие частицы пластика возвращаются к нам с рыбой, которую мы едим, с водой, которую мы пьем. Потому что уже доказано, что и водопроводная вода многих городов мира, где проверяли, и бутилированная даже вода, она содержит микропластик. То есть забирают воду из реки, а она с микропластиком. Микропластик в воде – одна из экологических проблем 21 века. Но специалисты фонда «Без рек» как «Без рук» отмечают. В российских водоемах содержание этого мини-мусора по сравнению с Европой находится на приемлемом уровне. Проверяют его наличие с помощью вот этого приспособления. Через мелкую сетку частицы оседают в финальном стаканчике и затем извлекаются. Проанализировав потом пробу, найдя в ней микропластик, посчитав количество этого микропластика, взвесив его, посчитав его массу, мы можем оценить, на какое количество воды этот микропластик содержался. Избежать попадания в воду мусора можно несколькими путями. Один из них – генеральная уборка берегов реки. В преддверии Всемирного дня чистоты сотрудники администрации компании «Мареванфуд» поучаствовали в экологической акции. За час работы было собрано порядка трех кубометров мусора. Сегодня мы совместно с фондом «Без рек как без рук» решили провести субботник в пойме Аки, в месте, где собирается большое количество народа и, к сожалению, много мусора. Это важно, потому что весь этот мусор потом летит в реку, также этот мусор разносят птицы, ну и сам по себе мусор – это недопустимо. Мы действительно ходим сюда для того, чтобы сделать это место местом отдыха, потому что мы здесь живем, мы здесь работаем и мы здесь отдыхаем. Все участвующие в этой акции – жители города, и мы делаем это для того, чтобы нам здесь было комфортнее. Экологическая экспедиция по реке продлится еще два дня. Участники сделают пробы на оставшихся участках, затем проверка продолжится в лабораториях. А после сопоставления всех исследований специалисты фонда «Без рек как без рук» сделают заключение о состоянии воды в Аке.